Друзья, всем привет! С вами Елена Устеменко, биосенсорный психолог, психолог в сфере отношений, в сфере финансов. Кто у нас откуда, пишите. Я живу в Москве. У нас сегодня солнечно, но не жарко. Кто откуда, пишите. Всем привет, всем привет! Вновь присоединившимся. Елена Устеменко, психолог в сфере отношений, в сфере финансов. Сегодня буду отвечать на вопросы. Вот я там записала себе часто повторяющиеся вопросы. Если есть вопросы по психологии отношений, по психологии денег, как сделать так, чтобы было больше денег, что мешает, или отношений, то пишите. Буду отвечать на ваши вопросы. А сейчас хочу пройтись по вопросам, которые мне задают чаще всего, в том числе в ТикТоке, а также в Инстаграме и в Ютубе. Подписывайтесь на мой ТикТок, кто еще не подписался. Много полезных, интересных роликов за 15-20-30 секунд. Коротко о серьезных вещах. Итак, сегодня отвечаю на ваши вопросы. Как сделать так, чтобы мужчина тебя уважал? Ну, изначально нужно... Я всегда за то, чтобы заниматься собой. Изначально нужно уважать и любить себя. Если ты любишь и уважаешь себя, то ты это проецируешь в окружающее пространство. Что мы излучаем, то и получаем. И окружающие также начинают тебя уважать. Любить могут, любить могут, нет, но уважать точно будут. Поэтому все начинается всегда с себя. Любишь, уважаешь себя, ощущаешь свою ценность. Значит, окружающим, ну, как минимум, приходится тебя уважать. Так, как пережить измену? Ну, как пережить измену? Ну, опять-таки, нужно заниматься прежде всего собой. Переключиться. Потому что, да, тяжело, да, больно. С одной стороны, с другой стороны. Как бы это не жестоко, может быть, звучало. Но тебе изменяют тогда, когда ты не занимаешься собой. Когда ты забываешь о себе. Тем самым хотят тебе напомнить, чтобы ты пришел к себе и начал заниматься собой. Потому что, если ты классный, если тебе хорошо с самим собой, то окружающим также хорошо с тобой. Если ты на других залипаешь, если ты других превозносишь и забываешь при этом о себе, то окружающим ты становишься неинтересным. Липучки никогда никого, ни в какие времена не интересовали. Будь то липучка мужчина, будь то липучка женщина. Так вот, значит, отвечая на вопрос, как пережить измену, нужно заниматься собой, нужно переключаться, нужно стать в первую очередь себе интересным. И когда тебе будет интересно самим собой, окружающие также подтянутся. Они захотят прикоснуться. Потому что человек, есть человек сопля, человек, которому неинтересно ни с собой. И вообще, да, он ищет только кому прилепиться, чтобы кто-то его сделал счастливым, богатым, успешным, любимым и все такое прочее. Но это не работает. Человек сопля, всегда его отлепляют и выбрасывают. Но когда ты интересен сам себе, ты становишься интересен окружающим. И они к тебе тянутся. Потому что ты случаешься счастье, позитив, тебе классно, тебе прикольно. В первую очередь самим собой. Так, отвечаю дальше на вопросы. Приветствую вновь присоединившихся. Елена Устеменко, психолог в сфере отношений, в сфере финансов. Сегодня вышла ненадолго в эфир, чтобы ответить на вопросы, которые чаще всего задают. Если есть вопросы по теме отношений, по теме финансов, пишите, задавайте. Буду вам в прямом эфире отвечать. Иногда бывают интересные прямые эфиры. Интересные тем, что много вопросов. И я даже не успеваю читать то, что у меня записано, то, что мне чаще всего задают вопросы какие. Иногда интересные бывают эфиры тем, что наоборот, все сидят, слушают, молчат, но слушают, как я отвечаю на вопросы, которые мне чаще всего присылают. Как вернуть мужчину, если он ушел к подруге? Тогда такой вопрос. Зачем нужен такой мужчина, если он ушел к подруге? Значит, ты ему как-то изначально не нужна. Значит, ты его как-то не устраиваешь. Тут опять я свою песню начинаю заводить, что занимайся собой. Просто когда ты хочешь кого-то вернуть, ты начинаешь его догонять. Особенно, если хочешь вернуть мужчину. Но ситуация такова, что природой заложено, что мужчина догоняет, а женщина убегает. Поэтому, когда ты ускользаешь, убегаешь, занимаешься собой, становишься себе приятной, классной, любимой, лучшим другом, тогда мужчина тебя начинает догонять. Ему хочется быть с тобой. Но когда ты догоняешь мужчину, он по-любому будет убегать. Тем более, если он уже ушел. Зачем тебе дальше быть человеком-липучкой, человеком-соплей и прилипать к мужчине? Это абсолютно ни к чему. Поэтому занимайся с собой. И если ты станешь себе интересной, классной, то тогда мужчина будет, возможно, к тебе вернется. Но женщина не становится классной, интересной. Женщина становится человеком-липучкой. И поэтому мужчина не возвращается. Приветствую вновь присоединившийся. Елена Остеменко, психолог в сфере отношений, в сфере финансов. Если есть какой-то вопрос у тебя лично ко мне по теме отношений, по теме финансов, задавай его. Не стесняйся. Буду отвечать. Я отвечаю на вопросы, которые чаще всего мне задают. Уже ответила на вопрос, как сделать так, чтобы мужчина тебя уважал, как пережить измену, как вернуть мужчину, если он ушел к подруге. Отвечаю дальше. Как стать богатым, успешным и счастливым? А как стать богатым, успешным и счастливым? Нужно заниматься собой, своим мышлением. Не зря существует понятие, как мышление бедного человека, мышление богатого человека. Открой свой кошелек и посмотри там сколько денег, и тогда тебе будет понятно, у тебя мышление богатого человека или у тебя мышление бедного человека. Если у тебя мышление бедного человека, значит у тебя много установок, убеждений, Негативных установок, негативных убеждений, которые передавались по роду тебе от родителей, от бабушек, дедушек, и ты продукт своего рода, поэтому ты такой, поэтому у тебя такое умышление, а твое умышление, оно не даёт тебе быть другим. И для того, чтобы стать другим, для того, чтобы классно много зарабатывать, нужно поменять своё мышление, убрать вот эти установки, убеждения, и тогда жизнь твоя изменится. То же самое, что касается отношений. Если у тебя не складываются отношения, у каждого из нас есть сценарий, и мы по этому сценарию идём, хотим мы этого или не хотим. А сценарий, как правило, мы записываем, считываем от наших мам, пап, бабушек, дедушек. И говорят, у меня одна и та же ситуация, я там с кем-то познакомилась или познакомился, и всё ровно одно и то же. Уже неделю встречаемся, на вторую я уже неинтересна или неинтересен, и потом мы расстаёмся. Как это изменить? Стоит перестать ходить по кругу, стоит заняться собой и убрать, поменять в этом сценарии, изменить хотя бы что-то. Не знаешь, как поменять всё, поменяй что-то, поменяй один кирпичик. Как только ты поменяешь один кирпичик, так только сразу перестроится весь твой сценарий. Главное поменять правильный кирпичик и знать, какой кирпичик стоит поменять, чтобы у тебя всё получилось. Вот, то есть опять нужно заниматься прежде всего собой. Далее, что делать, если не получается выстроить отношения? А я уже, можно сказать, что ответила на этот вопрос. Если не получается выстроить отношения, значит, стоит заниматься всегда кем? С собой, правильно. Только собой. Не окружающими, а только собой. Если у тебя не получается выстроить отношения с окружающими, значит, нужно заниматься собой. Стать себе интересным, развивать свою собственную ценность, любить себя. И тогда у тебя всё будет круто, классно. И тогда у тебя будут классные, суперские отношения. Вот, кстати, немного презентую клуб мой. Называется он «Ген богатства». Почему «Ген богатства»? Потому что у психологов есть термин «Ген бедности». Это то, что нам передаётся по роду от наших бабушек, дедушек, пап и мам. То, что передаётся, накручивается то, что нам не даёт быть богатыми, успешными, счастливыми. А богатство – это не только про деньги. Богатство – это про отношения, про здоровье, про всё-всё-всё. Человек изобильный, богатый или человек бедный. И человек… Я всегда про то, что человек не может быть частично счастливым или частично несчастным. Если у человека четыре сферы закрыты, это сфера отношения, деньги, любовь и духовность. Вот если эти четыре сферы закрыты, тогда человек счастлив. Если одна из этих сфер не закрыта, хромает, тогда все ресурсы, время, деньги, внимание будут утекать именно в эту сферу. Вот давай посмотрим. У тебя плохо со здоровьем, что-то у тебя там не так, да, с твоим здоровьем. И что происходит? Оно у тебя хромает. Вот заболел зуб и срочно нужно делать там, не знаю, какую-то крутую операцию там за 50, за 100, за 150 тысяч. И тебе приходится другие сферы подтягивать, изымать оттуда и вот в эту сбрасывать, вкидывать, да. Вот. Или отношения, да. У тебя все хорошо на работе, ты такая крутая, независимая бизнес-леди, да. Топ-менеджер в крутой компании, в корпорации. В личной жизни у тебя отстой. Что происходит? Ну, толку ты успешная на работе, ты прям у тебя такая духовная, ты такая прям здоровая. А зачем это здорово? У тебя нет детей, у тебя нет мужчины. Все равно опять-таки это скажется на твоем здоровье, потому что, значит, нет мужчин, нет отношений, нет секса. Нет секса, не вырабатываются правильные гормоны. И опять это приведет тебя куда? В никуда. Когда эта сфера затронет тебя, засосет, затянет, и твой ресурс будет направлен туда, то есть будет отток энергии, ты все равно ни в коем случае никогда не будешь счастливой, потому что эта сфера у тебя не закрыта. Так, думаю, что ответила, да, на ваш вопрос. А, и по поводу, да, правильно, спасибо за вопрос. Клуб Генбогатства – это онлайн-клуб, но туда просто так попасть нельзя. Почему? Потому что мне там нужны люди, которые готовы работать на себя, для себя. Конечно же, он платный, но он условно платный, там чьи-то символическая стоимость, но я туда беру не всех. Почему? Покачану, потому что не хочу, потому что я там не миллионы грибу, потому что это мое детище, потому что я для клуба стараюсь, потому что я даю обратную связь, потому что в клубе обеспечена поддержка всем участникам, потому что у участников крутые результаты, но только у тех, кто двигает лапками, шевелит лапками. Те, кто не двигает, идут из клуба в ООН. ВОН – это не основной мой заработок, это, говорю, мое детище, моя любовь, моя страсть. Вот, а чтобы попасть в клуб ген богатства, есть промежуточный этап, называется квест, трансформационный квест. Нужно попасть на квест и можно, вот на квест можно попасть. Хочешь попасть на квест? Пиши в комментариях. Хочу на квест. Квест всего неделю проходит, стоит всего 500 рублей. Что такое 500 рублей? Это даже как бы смешно, да? Так это ни о чем. Это просто, чтобы весь брод туда не попадал, а попадали только классные ребята. Вот, и на трансформационном квесте ты смотришь, подходят ли тебе мои инструменты для твоей трансформации. Вот, а я смотрю на тебя, насколько ты готов рвать и метать, идти в бой, насколько ты хочешь быть крутым, сам себя изменить, сам себе помочь. Вот, поэтому если хочешь ты на квест, то пиши мне, я хочу на квест, и я тебя возьму на квест. И если ты себя там проявишь круто, тогда у тебя будет возможность попасть в клуб. Но в клуб беру не всех, еще раз говорю. Так, и последний вопрос. Если у вас не будет вопроса, я тогда сейчас на последний вопрос отвечу, и мы, наверное, будем финалить. Потому что я планировала недолгий эфир, сегодня у меня много онлайн-проектов, и как бы вот, ну, решила выйти, ответить на вопросы. Так, что делать, чтобы стать интересной мужчине? Ну, все вопросы такие, они, скажем так, перекликаются. Что делать, чтобы стать интересной мужчине? Как вы думаете, какой ответ? Па-бам! Важно стать интересным самому себе. Стань, в первую очередь, себе интересным. И тогда ты станешь интересным окружающим. Повторяю еще раз фразу, которую я сегодня повторяла. Что мы излучаем, то и получаем. Когда ты любишь, ценишь себя, тогда окружающие тебя, если даже не любят, ну, хотя бы ценят и уважают. Поэтому отвечаю на вопрос. Что сделать, чтобы стать интересным для окружающих? Стань интересным, в первую очередь, себе. Смотрите, наверное, буду я уже финалить. Хотела прямой эфир, ответила на все вопросы, которые задавали. Если есть вопросы еще, задавайте. Подписывайтесь на мой тикток, интересное и полезное, в коротких видео. Психолог в сфере отношений, в сфере финансов. И на этом будем заканчивать. Всем пока. Всех люблю. Спасибо. Спасибо всем, кто участвовал. Сегодня больше меня слушали. Но это тоже хорошо, потому что я тогда быстро прошлась и побегу дальше по своим делам. А вы побежите по своим. Если вам я буду нужна, пишите. Хочу на консультацию записывайтесь. Или хочу на квест трансформационный. Потому что я хочу крутых перемен в своей жизни. Ребята, спасибо всем. И пока-пока.